Дорожное движение В прямом эфире телеканала Беларусь-2 с вами, как обычно, в четверг встречается творческая группа программы «Точка зрения». Следующие 35 минут мы предлагаем вам провести вместе с нами. О ситуации на дорогах, водителях и пешеходах, правилах эксплуатации своих авто в зимних условиях, новых инструкциях и правилах дорожного движения. Здесь и сейчас, в диалоге с гостем нашей программы, заместителем начальника управления госавтоинспекции управления внутренних дел Брестского облсполкома, подполковником милиции Юрием Сергеевичем Романовичем. Юрий Сергеевич, добрый вечер. Надеюсь, что он будет для нас добрым. Дорогие друзья, это пожелание относится и к вам. А еще мы очень просим вас высказывать свои точки зрения по поводу особенностей дорожного движения ситуации на наших дорогах. Ведь все мы с вами водители и пешеходы, а иногда и те, и другие в одном лице. Ваши точки зрения обязательно прозвучат в программе, если вы наберете номер контактного телефона 21 55 65. Юрий Сергеевич, и вот так хочется, чтобы действительно пожелание добрый вечер не было голословным. Скажите, пожалуйста, сегодняшний анализ дорожно-транспортных происшествий на дорогах области, какова ситуация? Сегодня, еще раз говорю, вы уже указали, сколько было дорожно-транспортных происшествий, в тот же осень произошло. Сегодня пока что дорожно-транспортные происшествия с пострадавшими не зарегистрировано. Будем надеяться, что такая ситуация сохранится и на оставшуюся часть суток. А в целом, конечно же, все зависит от тех водителей, от тех пешеходов, которые своим поведением провоцируют дорожно-транспортные происшествия. Вот природа нам в этом году подарила удивительную осень, такую теплую, такую благоприятную. Вот скажите, эти климатические условия, которые не создавали никаких помех ни водителям, ни пешеходам, они как-то сказались на статистике дорожно-транспортных происшествий, на ситуации на дорогах? В любом случае можно констатировать то, что уровень аварийности, который сейчас отмечается в Брестской области за 2014 год, он практически на уровне прошлого года. Осень, да, свои изменения вносит. Всегда дорожно-транспортные происшествия, которые совершаются, они отличаются своим сезонностью. То есть осенью это всегда в большей степени дорожно-транспортные происшествия с участием велосипедистов и пешеходов. Это связано не с погодой в большей степени, а с увеличением ночного времени суток, то есть темного времени суток. Летом, естественно, это скорость в большей степени. Зимой это неуверенная в большей степени езда на скользких участках дороги где-то. Поэтому в каждом случае говорить о том, что какие-то сюрпризы преподносить не стоит, все зависит от погоды. Ну а сейчас ситуация сложная, требуют какие-то принятия мер определенных, они принимаются. Надеемся, что будет все хорошо. Велосипедисты, ситуация сложная. Вот эти два момента ключевых, прошу обратить на них внимание. 24 октября в Бресте произошло дорожно-транспортное происшествие. Трагедия, в результате которой погиб ребенок. И самое прискорбное, самое страшное, что за последнее время это не первое дорожно-транспортное происшествие с гибелью детей. Видеосюжет в нашей программе. От колеса автобуса номер 18 попал ученик 2-го класса средней школы номер 35 областного центра. Необходимо каждый день своим детям напоминать и личным примером показывать, как правильно и безопасно вести себя на проезжей части. Следующее, это четко отслеживать местонахождение своих детей. Где они находятся, у кого они и с кем они. Обязательно быть предельно внимательными при проезде нерегулированных пешеходных переходов, дворовых территорий и строго соблюдать правила перевозки детей пассажиров. Часто причиной аварии становится и техническое состояние автомобиля, особенно с наступлением зимы, когда проезжая часть становится скользкой. 16 января 2015 года вступает в силу указ главы государства, в соответствии с которым эксплуатация транспортного средства на зимней резине будет в обязательном порядке. Юрий Сергеевич, давайте прокомментируем первую часть сюжета. Ребенок на дороге, в данном случае на велосипеде. Какие проблемы создают велосипедисты, не только дети, но и взрослые велосипедисты на дорогах нашей области? В первую очередь это переезд пешеходных переходов на велосипеде. Согласно правилам дорожного движения, если велосипедист подъехал к пешеходному переходу, он должен спешиться и перевезти в руках велосипед в отсутствие велосипедной дорожки. Если же он передвигается в темное время суток, на велосипеде в обязательном порядке должен быть спереди фонарь белого, сзади фонарь красного цвета. Третье, это то, что при наличии тротуара велосипедист должен двигаться по тротуару. Вот три основных позиции, которые должен руководствоваться велосипедист. А для водителя, естественно, это пешеходный переход, как я всем практически говорю, для него должно быть святой. Это подъезжая к пешеходному переходу в обязательном порядке, он должен снизить скорость. Есть там пешеходы-велосипедисты, нету, в любом случае должен быть скорость снизить, для того, чтобы при каких-либо экстремальных ситуациях он смог остановиться. Кстати, и этот термин, он вошел в новые правила дорожного движения, которые были изменениями. И проезд пешеходного перехода, то есть как бы уступить дорогу, формулировка именно таким образом и сделана была. Что касается юных велосипедистов, то тут, видимо, просто еще раз нужно прислушаться к комментарию или к замечанию, которое сделано было в сюжете. Наталья Михайловна, родители прежде всего должны быть в ответе за юных велосипедистов. Вот совсем недавно прочитала такую ремарку в интернете. Папа, у которого ребенок велосипедист, поделился своим опытом обучения ребенка езде по улицам. Он сказал, что я посадил его на велосипед, объяснил, как надо ездить, но сам проехал за ним на машине. И увидел все ошибки, которые допустил мой ребенок в процессе езды. Потом сел с ним, разобрал и показал, где и как надо. Ну, конечно, наверное, все родители так не могут, но, тем не менее, контроль должен быть. Естественно, контроль должен быть. До недавнего времени, до изменения определенных в правилах дорожных движениях, была такая норма о том, что дети до 12 лет вообще запрещено выезжать на улично-дорожную сеть городов, населенных пунктов. Они могут на велосипедах двигаться только по дворовой территории. Сейчас эта норма исключена была, и передвижение идет по тротуарам. Конечно же, дети любят быстро ездить. Ну, не только ездить, но и бегать через пешеходный переход. Поэтому научить их, каким образом это все делается, конечно же, не только задача родителей, но и учителей, которые ведут тот же курс жизнедеятельности, обеспечения безжизнедеятельности. Поэтому для всех стоит задача научить, как себя вести на дороге, как вести себя вообще в жизни. Помните о том, что мы взрослые, ответственности за жизнь ребенка, особенно если он находится в данный момент на дороге. И вторая часть сюжета – это подготовка к езде на авто в зимнее время, в холодное время. Юрий Сергеевич, замена шин на зимние с января этого года стала обязательной для всех владельцев авто. Это так? Да, 16 января. И насколько соблюдается это требование? 16 января вступает в силу изменение в указ номер 551, который утверждил правило дорожного движения. Но я хотел бы сказать о том, что в первую очередь любой уважающий себя водитель перед началом зимнего сезона, пользуясь народной мудростью «Готовь сани с лета», должен проверить свою машину, готовность зиме, заменить все жидкости, которые необходимы, проверить подвеску, проверить рулевую, тормозную систему. Ну а зимняя резина – это тоже как один из аспектов комфортной езды по зимним дорогам. Конечно же, это не панацея, но на скользких участках она позволяет водителю в свое время более управлять машиной. Машина становится более управляемой. Вот вы правильно сказали, это действительно справедливо, что замена шин на зимние – это не панацея. Кроме того, для участников движения представляют опасность и помеху в зимнее время гололедица и туман. Непременные спутники этой пары года. Вот как минимизировать эти проблемы? Ваши рекомендации участникам движения зимой? Ну, в первую очередь, это то, что зимой наиболее приобретают такие актуальные требования к водителю, как плавность в выполнении маневров, плавность в управлении транспортным средством. Не надо спешить. Любое действие может вызвать довольно-таки непредсказуемые ситуации. Это первое. Второе, как я уже говорил, это подготовить машину к эксплуатации в зимний период, в зимних условиях, тех же и осенних, и туманов, чтобы горели все фонари, все фары, которые необходимы, режимы работали. По возможности, еще раз говорю, что эта машина должна быть заметнее, машина должна быть более управляемая. А при мудрости, которые есть, многие сталкивались с различными вопросами именно езды, особенно в дворовых территориях, когда, выйдя домой, утром видишь, что машина находится в сугробе. Это и откапывание, конечно же, и вопросы с замками, и вопросы с замерзшей жидкостью в стеклоомывателях. Много есть нюансов, которые необходимо уже на практике помнить об этом. Юрий Сергеевич, точка зрения зрителя в нашей программе. Добрый вечер. Вы можете задать свой вопрос или высказать свою точку зрения, пожалуйста. Алло, вы в эфире? Алло. Да, мы вас слышим. Это я? Это вы. Тамара Вячеславовна, зрительница города Бреста. Очень приятно. Хотелось бы высказать свою точку зрения. Пожалуйста, Тамара Вячеславовна. Дело в том, что я согласна с участниками передачи, что надо действительно всех участников дорожного движения учить. Раньше учили пешеходов. Надо посмотреть сначала налево, потом направо. Но сейчас учат больше водителя и учат штрафами. У меня такого случая, конечно, не было, но среди моих знакомых масса таких случаев. Дело в том, что пешеход несколько развращен службой ГАИ, потому что еще ни одного, наверное, не наказали за то, что он не соблюдает правила перехода дороги. Пешеход выходит на территорию автомобилей. Ведь автомобилисты же не ездят по тротуарам. Поэтому он должен убедиться, что машины в ближайших расстояниях нет. Они даже не смотрят ни налево, ни направо. Ходят в наушниках, они даже не слышат машины. И согласитесь, что каждый водитель – это пешеход, но не всякий пешеход – это водитель. И он не понимает, что затормозить сиюминутно очень сложно. Поэтому должен особо внимательно вести себя все-таки пешеход, учитывая то, что он выходит на территорию автомобиля. Но мне так кажется. Но это проблема. Спасибо. Тамара Вячеславовна, большое вам спасибо. И в связи с этим я присоединяюсь к нашей телезрительнице. Вот мы говорили, что пешеходы – наиболее травмируемая категория участников движения. Скажите, пожалуйста, а как часто штрафуют пешеходов за нарушение правил дорожного движения, за создание аварийных ситуаций на дороге? То, что прозвучало о том, что ни одного пешехода не наказали, это, конечно же, глубокое заблуждение. Ежедневно к ответственности привлекается около 150 пешеходов. Но в течение года можете уже подсчитать, какое количество пешеходов за нарушение, те или иные нарушения привлекается. Это не только за переход проезжей части в неположенном месте или на красный сигнал светофора. Это и движение в темное время суток без светоотражающих элементов. Естественно, нетрезвое состояние усугубляет ответственность за создание аварийной ситуации. Поверьте, тоже привлекаются пешеходы. Но, как говорится, довольно-таки, если без пострадавших обходится ситуация, то есть дорожно-транспортное происшествие не совершается, а какие-либо действия водитель только принимает, довольно-таки трудно догнать пред того пешехода, который нарушил что-то. И в последующем... Тем более доказать это. Да, доказать это уже дело второе, но то, что он нарушил, найти этого человека довольно-таки трудно. Еще один аспект проблемы дорожно-транспортных происшествий, о котором мы говорим очень часто, нетрезвые водители и пешеходы. Совсем недавно в областном управлении ГАИ прошло выездное заседание областного суда. Повод разбирательства поведения водителя, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Видеосюжет в нашей программе. О том, что алкоголь и вождение автомобиля несовместимы, Анатолий Жуков знал. Водительский стаж его довольно большой. Первый раз его задержали за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии три года тому назад. Наказали, лишив прав вождения на пять лет и штрафом 250 базовых величин. Анатолий, как говорят, не проникся, потому что второе задержание произошло в том же году. И вот очередное, третье. И снова водитель был нетрезвым. Жуков прекрасно знал, что в случае очередного задержания для него наступит уголовная ответственность. Но тем не менее, выпив вечером бутылку водки, утром сел за руль. Свою вину правонарушитель полностью признал. По решению суда, четыре месяца он проведет под арестом. К тому же его ждут конфискация транспортного средства и уплата штрафа в размере 45 миллионов рублей. 18 ранее осужденных за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии присутствовали на этом процессе в качестве зрителей. Им было дано предупреждение о недопустимости нарушения закона. Такая профилактическая акция и такое профилактическое заседание проводится не в первый раз. И следует отметить положительные тенденции, которые связаны именно с проведением профилактической работы. На сегодняшний день количество совершаемых преступлений и правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, существенно сократилось. Получается, что урок все-таки идет впрок. И вот в данном случае, наверное, тем 18, которые присутствовали, коль скоро прокурор сказал, что количество дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, в области сократилось. Это действительно так? Да, это действительно так. Количество дорожно-транспортных происшествий сокращается по вине нетрезвых водителей. Это не характерно не только для нашей области, это в целом по республике так и отмечается статистика. Естественно, любое такое даже вырезное заседание, которое показали и озвучили где-то в средствах массовой информации, заставляет задуматься не только тех, которые там присутствовали, но и те, которые читали об этом или же смотрели тот же видеосюжет, к чему может привести та же просто халатность со стороны того же водителя сесть за руль в нетрезвом состоянии. То есть наша телезрительница говорила о штрафных санкциях, о том, ну как бы, она абсолютно права, но как бы, что вот к водителям предъявляется чаще и больше штрафных санкций. Но получается, что в некоторых случаях они действительно возымели действие? Я не спорю, что не только штрафные санкции применяются за управление трезвым состоянием и по ряду еще других, за превышение скорости повторно в течение года, нарушение правил обгона, простое совершение дорожно-транспортного происшествия предусмотрено лишение права управления. И в настоящий момент, в настоящем современном мире лишиться права управления действительно некоторые себя даже не представляют, как это я не смогу ездить на машине. Поэтому, я думаю, составляет задуматься об этом многих, беречь своим водительским удостоверением. И о соблюдении правил дорожного движения, утвержденных Советом Министров нашей Республики, в отношении парковок своих автомобилей. Особенно это будет ощутимо в зимнее время, когда неправильно припаркованный автомобиль может помешать не только другому транспорту, но и снегоочистительной, и снегоуборочной техники. И вот буквально с 25 октября, да, в нашей Республике вступили в силу новые инструкции по эвакуации автомобиля. В чем суть этих инструкций, почему они были необходимы? Как любое законодательство требует совершенствования и проводит совершенствование, были внесены ряд таких изменений в части того, что транспортное средство может принудительно доставляться на штрафную стоянку. Может, такой раздел ввели, как эвакуация транспортного средства без помещения в штрафную стоянку и блокирование колес транспортного средства. Для каждого из этих позиций определен порядок проведения этих мероприятий. Ну, для водителей, которые оставили свои транспортные средства в неположенном месте и машину их эвакуировали, единственное послабление об этом есть в том, что машину можно забрать без уже предъявления тех чеков, которые необходимы для работы, за оплату именно транспортного средства, который эвакуировал, или же штраф АГИ. И штраф АГИ может явиться на штрафплощадку и забрать транспортное средство. Но предупреждаю, что в последующем эта мера должна, конечно же, быть исполнена. Все эти штрафные санкции и услуги должны быть оплачены, потому что в дальнейшем это в судебном порядке будет изыскиваться, а это дополнительные, еще судебные расходы требуется оплачивать, поэтому здесь... У меня еще есть вопросы по этой инструкции, но есть точка зрения зрителя, и у него преимущество. Добрый вечер, вы в эфире. Ваша точка зрения, ваш вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Николаевич. Очень приятно, Михаил Николаевич. Ну, я вот еще раз к пешеходам, к их поведению хочу возвратиться. Вот я наблюдал, я сами водители, пешеходы, я это знаю, и вот я наблюдал такую, на нерегулируемых пешеходных переходах. Вот идет автобус городской, полный людей. И вот пешеход взял один человек и пошел. Автобус должен остановиться, подождать, опять тронуться. Это и расход солярки, и тормозная система изнашивается, и трансмиссия, и все. А ему две секунды, я засекал, проезжает этот автобус пешеходный переход. Это все-таки масса, многотонная машина. Может, следует ввести в правило, что пешеходу запрещено переходить дорогу, а пропустить городской маршрутный автобус. Именно за автобусом. Очень интересно, Михаил Николаевич. Спасибо вам за вашу точку зрения, Михаил. Юрий Сергеевич, вы прокомментируете как-то? Я могу прокомментировать. Единственное, что в правах дорожного движения существует такое понятие, что и многие пешеходы этим пользуются. Да, пешеход имеет преимущество на пешеходном переходе. Особенно, когда встает на зебру. Но после запятой стоит, он должен убедиться в безопасности своего перехода. То есть он должен оценить возможность безопасного перехода. И, к сожалению, пешеходы об этом забывают порядком. А для водителей транспортных средств в новые правила введено такое понятие, как я уже говорил, о том, что он должен двигаться с такой скоростью, которая позволила бы ему пропустить, остановиться перед пешеходным переходом и пропустить безопасно пешеходов. Ну вот, когда мы с вами разговаривали до начала программы, вы высказали такую ценную, такую неоспоримую, такую известную, такую вот фразу. И пешеходы, и водители должны уважать друг друга. Вы знаете, эта фраза стара как мир. Она банальна. Но, вы знаете, суть и глубокий смысл ее, наверное, временем даже не изменить. Так было всегда и так необходимо. Естественно, это самая, как говорится, наболевшая, можно сказать, проблема. Это крик души у вас. Уважаемся друг друга. Не только как бы водитель-пешеход, но и водитель-водитель, водитель-велосипедист. Любой категорий участников дорожного движения пытается доказать свои какие-либо права на то или иное действие. Но я всегда стараюсь довести людям о том, что, ну, знаете, доказывать свою правоту на больничной койке, ну, порядком никому не хочется. И в зимний период, если машина неисправна, если машина попала в дорожно-транспортное происшествие, бегать по станциям технического обслуживания, это тоже лишнее время. Лучше безопасно передвигаться, уважая друг друга и, естественно, давать преимущество тому или иному участнику дорожного движения. Пускай он будет неправ даже. Ну, сообщите об этом нам, конечно же, мы найдем, привлечем правонарушителя. Но подумайте сначала о своем здоровье и целости вашего автомобиля. Точка зрения зрителя в нашей программе снова. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Мы вас слушаем. Нам вас не слышно. Будьте добры, погромче, пожалуйста. Ну, пока наш телезритель собирается с мыслями. Юрий Сергеевич, я продолжу разговор о новой инструкции по эвакуации транспорта. В ней есть один момент, которого раньше не было. Сейчас, допустим, инициатива по эвакуации неправильно припаркованного или мешающего авто может принадлежать не только сотрудникам ГАИ, но и других ведомств. Видеосюжет продолжает нашу программу. Проблема парковок остается острой для крупных городов республики. Часто автовладельцы оставляют свои транспортные средства там, где это запрещено правилами дорожного движения, за что несут ответственность. Автомобиль может быть принудительно эвакуирован на штрафную стоянку. До выхода новой инструкции этим занимались только сотрудники ГАИ. Теперь к ним присоединились правоохранительные органы, Таможенный комитет, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира, бригады скорой помощи и другие службы. Если автомобиль препятствует выполнению служебных обязанностей представителям названных ведомств, они вправе принудительно переместить его в другое место, но не на платную штрафстоянку. Впереди у нас зимние условия. Естественно, эксплуатационно-дорожные службы, они проводят очистку проезжей части. Так вот, если ваш автомобиль будет припаркован, как вам кажется, без нарушения правил дорожного движения, но он будет мешать уборке снега коммунальным службам, естественно, будет проводиться отбуксировка транспортного средства. И речь идет не про неохраняемую стоянку, а именно в любое другое место, куда можно поставить ваш автомобиль. Теперь и забрать автомобиль со штрафной стоянки будет легче. Транспортное средство будут должны отдать по первому требованию даже без предварительной оплаты штрафа. Но при этом необходимо иметь при себе соответствующие документы, ну и, конечно же, быть трезвым. Заплатить же необходимую сумму можно будет и после. Инспектора ДПС делают все правильно, то, что ловят людей пьяных, не в трезвом виде, ну и прочие-прочие вещи. Но есть момент такой, то, что как бы нужно и нам немножко в помощь, правильно быть? Ну, нужно видеонаблюдение сделать какое-то, какие-то сигнализации, еще прочее. Потому что люди, когда попадаются не в трезвом виде, как бы и угрожения от них есть какие-то, еще что-то. Если вдруг вы вышли и вашего автомобиля нету, а еще, скажем так, вы увидели, что нарушили правила дорожного движения, либо мешали какой-то из специальных служб, позвоните в 414444 и просто узнайте, не был ли эвакуирован или отбуксирован ваш автомобиль. Юрий Сергеевич, ваш комментарий к сюжету буквально через минуту. Сейчас слово нашему телезрителю, который собрался с мыслями. Добрый вечер, вы в эфире. Я вас слушаю. Я вас слушаю. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хочу задать вопрос, товарищ подполковник. Мы живем на Луцкой, и у нас частые звонки от недоброжелателей, что машина мешает проезду. И у меня буквально недавно был такой случай. Машина стояла напротив въезда в мусоропровод. Но до мусоропровода двери, там, где вывозится контейнер, еще было метров пять. И сотрудники ГАИ приехали в полдвенадцатого ночи, в 23.30, разбудив меня. И моя машина никому не мешала абсолютно. Даже если приехал мусоросборник, там у нас есть специальная разметка для вывоза контейнера. Я ее не пересекал, ничего. И сотрудник ГАИ вызвал меня в полдвенадцатого ночи, прервав мой сон. Хотя мне надо было в 4 утра ехать в командировку. И наказал меня за то, что машина неправильно припаркована. Прав он или нет. Назовите, пожалуйста, себя, чтобы Юрию Сергеевичу легче было вам конкретно отвечать. Назовите себя. Как вас зовут? Сергей Витальевич. А фамилия Сергей Витальевич? Сергей Витальевич. Хорошо. Сергей Витальевич. Сергей Витальевич. Понятно. В любом случае, действие, решение должностного лица, ведущий административный процесс регламентируется административным кодексом, а также порядок обжалования данных, решений и действий. В каждом конкретном случае требует дополнительного разбирательства именно сам факт. То есть, каждый случай не похож на себя. И изучить вопросы все эти, как с одной стороны, так и со второй стороны, почему он требовался, тот же инспектор, действия его необходимы. Поэтому в данном случае я могу только посоветовать, что обратитесь ко мне на прием, я подумаю материалы, и мы вместе побеседуем о том, кто что нарушил и какие действия. Когда у вас ближайший прием, Юрий Сергеевич? В субботу, пожалуйста, можете подходить. Это 8 числа? Да. Хорошо. Сергей Витальевич, вы поняли? 8 ноября областное управление ГАИ, заместитель начальника управления Юрий Сергеевич Романович даст вам разъяснение. Юрий Сергеевич, а мы бы хотели услышать от вас комментарий по увиденному сюжету. В чем рациональность всех этих мер, которые предусмотрены новой инструкцией? Ну, во-первых, то, что, да, предусмотрено то, что на сравняемую стоянку доставляют, имеют право, то есть решение принимает на доставки на штрафную стоянку только сотрудники госавтоинспекции. Остальные службы и ведомства, которые были перечислены, они имеют право переместить транспортное средство, то есть, как бы говорится, эвакуировать без доставления на штрафную стоянку. В любом случае, во многих случаях все сталкивались, когда зима, когда есть необходимость уборки улицы, а стоит машина, и из одной машины, можно сказать, невозможно убрать и продвинуться от дальнейшего улицы, естественно, ее надо каким-либо образом переместить. Могу сказать, что в данном случае услуги, так сказать, эвакуатора, они не подлежат оплате, то есть это абсолютно делается не в ущерб владельцу транспортного средства, а то, что убирать, ну, это все по нему прекрасно понимают. И если же для других служб каких-то необходимо обеспечить безопасный проезд транспортного средства, тоже скорой помощи или же там поджаренные службы, таможенного комитета, пограничников, то есть, как бы, ну, я думаю, законные их будут требования для того, чтобы выполнить, которые поставлены задачи именно перед ними. Возможно, это даже намного важнее задача, которая связана даже с тем, что стоянка и остановка где-то была нарушена. Юрий Сергеевич, точка зрения зрителя в нашей программе. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас. Здравствуйте. Я с таким вопросом живу в деревне Черни, практически в районе продовольственного магазина. И у нас на противоположной стороне от магазина есть прекрасная стоянка для машин. Но, господа, на машинах все время становятся к подходу к магазину, понимаете, практически загромождают переход. В свое время там было нарисовано зебра. Зебра давно уже стерлась. И абсолютно нет никому дела, что в зимний период, когда на улице сугробы, вот дорожка почищена, а по бокам сугробы, и к магазину из-за машин практически не подойти. А ведь бегают и дети, которые выскакивают и без оглядки. Из-за одной машины, допустим, не видно, какая машина дальше едет. Понимаете, они даже обзор загромождают. Хотя прекрасная стоянка для машин есть. И я вот думаю, кто-нибудь наведет порядок. Ни вот этого спящего полицейского, ничего. Кусок улицы не очень большой, понимаете? Но, тем не менее, магазин, дальше идет второй магазин, бар, музыкальная школа, амбулатория, аптека. И вот на этом, на перекрестке, вроде какой-то там переход, а к магазину, где бегают дети и прочее, вообще ничего нет. Мы вас поняли. Большое спасибо за ваше неравнодушие и за вашу наблюдательность. Юрий Сергеевич, что можно ответить нашей зрительнице? По поводу, я могу сказать, что будет изучена ситуация в данном конкретном случае. Если есть необходимость, будет возможность устройства стоянки или же организации возобновления зебры или же дополнительные какие-то принудительного снижения скорости, то есть искусственно спящие полицейские, будет изучено. И предложение мы направим в исполком для того, чтобы принимали меры, для того, чтобы именно делать безопасно. Исправить ситуацию. Юрий Сергеевич, и о самом главном, что ожидает и водителя, и пешеходов с нового года. Новые правила дорожного движения. Что в них действительно будет нового для нас, пешеходов и для водителей? Ну, я вам не сказал, что это новые правила дорожного движения. Это просто изменения, то есть дополнения, изменения в правила уже существующие. Кардинальные какие-то изменения будут касаться, это, как я уже говорила, зимней резины. То, что будет оно обязательно с 1 декабря по 1 марта. Хотя есть и такие варианты, что данные сроки будут продолжены. Учитывая погодные условия. Хавьер в апреле месяце никто же не ожидал. Поэтому будут какие-то, может быть, еще дополнения, разъяснения. Второе глобальное изменение, это то, что порядок перевозки детей изменен. Сейчас дети должны в обязательном порядке передвигаться в транспортном средстве, сидя в удерживающих устройствах на свой рост и вес. Исключение составляет, если подростку рост составляет 150 сантиметров. Ну и в дальнейшем третье такое глобальное, касающееся, тоже проблематичная была такая ситуация, это остановка стоянка в дворовых территориях. В настоящее время трактовка правил дорожного движения именно в части остановки стоянки в дворовых территориях и на прилегающих территориях говорит о том, что будет запрещена стоянка грузовых автомобилей в не специально отведенных мест. Грузовые автомобили, независимо от тоннажа их, от веса. Раньше было то, что свыше 3,5 тонн, сейчас это словосочетание исключено из правил дорожного движения и в настоящее время любые транспортные средства, которые являются грузовыми, которые являются автобусами, для них стоянка запрещена. А микроавтобусы тоже? Микроавтобусы как такового понятия нету, это есть или же легковой, или же автобус, в зависимости от количества посадочных мест. Малогабаритный просто он может быть, вот как сейчас используется. Я еще раз говорю, там термин, существует легковой автомобиль, есть автобус, в зависимости от количества посадочных мест. Юрий Сергеевич, я хочу обратить внимание наших телезрительниц вот на такой момент, о котором Юрий Сергеевич уже сказал, но он не расшифровывал. Дело в том, что сейчас вот по новым правилам дорожного движения малышей, новорожденных, перевозить в автомобилях на руках, как это мы делали раньше все и делают сейчас, конвертик на руках, будет запрещено. Это будет тоже нарушением правил дорожного движения. Так? Нужно какое-то специальное, как вы мне рассказывали, устройство, да? Это специально удерживающее устройство. Нет такого понятия в правиле дорожного движения, как автокресло. Есть понятие специально удерживающее устройство, которое позволяет безопасно перевозить пассажиров, в том числе и детей. Новорожденного. То есть для каждого возраста ребенка это свое устройство. И родители уже должны подбирать, и вот это действовать в согласии с правилами дорожного движения. И завершая наш диалог в прямом эфире, ваши пожелания участникам дорожного движения? Ну, я уже высказывал свои пожелания. Это, естественно, быть взаимовежливым. В любом случае, вы находитесь на дороге, как водители, так и пешеходы, велосипедисты. Уважайте друг друга. Пробуйте таким образом построить свой маршрут или же передвижение, свои действия, чтобы они были безопасны не только для себя, но и для других. Наша творческая группа присоединяется к словам Юрия Сергеевича и желает вам на ближайшие выходные, они будут довольно продолжительными, три дня, только безопасной дороги. А безопасность дороги зависит от каждого из вас, водитель вы или пешеход. Счастливой, спокойной дороги, удачных выходных желает программа «Точка зрения». И прощается с вами ровно на неделю до следующего четверга. Всего доброго. Продолжение следует...